Табличка с надписи «Я люблю Москва» выглядит здесь довольно-таки иронично, потому что мы не в Москве вовсе, друзья, мы в Казахстане. Всем привет, друзья, меня зовут Тимур, и я передаю вам привет из солнечного Казахстана, а точнее, салам. И, честно говоря, я до сих пор не понимаю, как я вообще здесь ощутился. Казалось бы, друзья, мы едем в другую страну на целых 7 дней. Нужно бы взять с собой каких-то вещей, но максимум, что я смог собрать, уместилось в одном рюкзаке, и это 7 пар носков. Носки обязательно должны быть с надписью «Спорт», потому что это мода, это стиль, и если вы этого не понимаете, вы просто ничего не шарите. И вот такой здоровый объектив, чтобы прицеплять его к аппарату. А, ну и, конечно же, зарядка для смартфона. Вот. Собственно говоря, это весь мой набор выживания в Казахстане. Главная проблема нашей неожиданной поездки в Казахстан, ну, помимо того, что я не взял с собой никаких вещей и уже об этом пожалел, ну, потому что там снег. Но, помимо всего прочего, наша главная проблема – это Новосибирск, потому что у нас здесь пересадка целых 5 часов. Чтобы вы понимали, как выглядит аэропорт в Новосибирске, ну, тут нет абсолютно ничего, ни магазинов, даже панально негде купить воды. Ну, точнее, как сказать, тут стоят аппараты, в которых можно купить там сникерсы или водичку, но они не работают. Как видите, табло не горит, купюры вставлять некуда. Короче, 5 часов без еды, без воды, без ничего. Нужно точно выбираться в город. Я всегда думал, что Новосибирск – это хороший, большой город с отличным, хорошим аэропортом. Так вот, нифига. Здесь нет абсолютно ничего. Здесь совершенно нечем заняться. Поэтому было принято решение отправиться в Новосиб. Но у нас там совершенно нет знакомых, поэтому мы решили найти их на Тиндере. То есть, просто выставляем диапазон. Так, ну, до Новосиба, типа, около 22 километров. Значит, выставляем 30 километров, про запас. И просто листаем, находим кого-нибудь, кто смог бы нам провести экскурсию. Ну, то есть, с одной стороны, можно было бы кого-нибудь найти там и поинтереснее, но мы тут всего 5 часов. Нам достаточно найти новые знакомства, которые рассказали бы нам что-нибудь интересное. Очень полезная штука. Пользоваться этим приложением вообще супер просто. Смотрим на профиль. Если нравится, то смахиваем вправо. Если не нравится, смахиваем лево. Самое простое вообще, что можно придумать. Если вы не уверены, то нажимайте на профиль и можно пролистать дополнительные фотографии. После чего сделать ваш выбор. Нажав на лайк, ну, либо на дизлайк. Ну, либо вот так просто свайпаем влево или вправо. Честно, мне очень нравится то, что здесь нет никаких ни заморочек, ни подводных камней. Ты просто свайпаешь людей влево или вправо, в зависимости от того, нравится ли они тебе или нет. И уже дальше сам решаешь. Можешь назначить встречу или просто пообщаться по интересам. О, если вы поставили лайк и тот человек тоже поставил вам лайк, вам приходят уведомления и вы можете начать чатиться. И вот Катя готова показать нам город. Что ж, у нас осталось 4 часа. Пойдем посмотрим на новосиб, а дальше полетим в Казахстан. Казахстан это довольно-таки своеобразная страна. И в моем представлении она всегда выглядела как бескрайняя степь. Но нам говорят то, что здесь есть и другие достопримечательности. Помимо степи здесь есть собственный Гранд Каньон. А также, вы представляете, здесь есть горы. Вот они находятся позади меня. В Казахстане горы. Я думал, что здесь кроме степи вообще ничего нет. Какого черта здесь делают горы? Ведь Казахстан это степь. И мало того, что у них здесь горы, они еще и построили здесь каток. Но вообще, с другой стороны, каток в горах это довольно-таки умное решение. Потому что все-таки вверх, холодно. И не нужно каток поддерживать, чтобы он был холодный и не таял. Он просто тут все время лед. И еще одно главное отличие от Сочи, друзья, это цены. То есть Красная Поляна, вот это все Олимпийский стадион стоит очень дорого. Потому что это раскрученное место. Здесь же отличная просто природа. Каток, который находится в горах, а билет сюда стоит всего лишь 200 рублей. А вот знаете, друзья, что я думаю? По-моему, это просто чудесно. Нет, я бы даже так сказал. Это, черт возьми, великолепно. Каток, который находится в горах. Теперь, честно, друзья, совершенно не понимаю, зачем ходить на каток. Там в торговый центр или в парке. Ну, потому что здесь ты приходишь не просто, чтобы покататься там, да, или провести просто веселое время. Здесь ты реально приходишь насладиться живописным видом. Амир, смотри, охренительные получились фотки нашей совместной с катком. Ты же у себя в Инстаграме выложишь? Конечно. А где люди смогут посмотреть это? Тенгебосс Инстаграм. Тенгебосс Инстаграм. Друзья, смотрите, там фотки наши с Амиром. А сейчас мы куда едем? Мы едем на Чимбулак. Чимбулак едем. Самую высокую гору в Казахстане будем сейчас смотреть, да? Отлично. В общем-то говоря, теперь идем кататься на канатной дороге. В общем, друзья, я же вам обещал подробные тесты полета на дроне и говорил то, что у него и дальность, и большая высота. И я думаю, то, что лучше, чем в горах, проверить это просто негде. Мы сейчас находимся на высоте 3100 метров Тяньшаньские горы. И, собственно говоря, сейчас немножко полетаем для того, чтобы получить красивую картинку. Я вам так скажу, друзья. Несмотря на то, что здесь снег и горы, условия для запуска здесь намного лучше, чем, например, в России. Потому что здесь нет ветра, здесь не холодно абсолютно. И, собственно говоря, еще медлить, друзья. Полетели. Я не знаю, планировали ли создатели этого дрона, что на него будут сняты такие виды, но я вам, друзья, сейчас говорю абсолютно честно. Такую хорошую картинку я еще не получал нигде. И в России точно вряд ли можно найти нечто подобное. Честно, я даже сейчас не могу найти слов для того, чтобы описать, что я вижу. Но я вот от Казахстана такого точно не ожидал. Ну, я, может, мог ожидать это от Тибета, тибетские горы и проще. Какие там еще есть горы, я не знаю. Альпы. Альпы, вот это Анды. Но Тяньшань это прям... Амир, Тяньшань это вот лучшие горы. Адреши, да. Лучшие горы просто. Хорошо, что познал. Мне приятно. Такая картинка, блин, ты посмотри вообще, как так? Я давно в России мечтал подняться на дроне выше облаков. Но проблема в том, что у нас кадонийская облачность, она еще и на всех высотах. И ты просто влетаешь в туман. Сейчас же я могу как на чертовом самолете здесь летать. У меня просто нет слов. Вот видите, позади меня горы, друзья. Те самые, которые вы сейчас видите на картинке. Мы как-то очень неправильно оценили расстояние до них. Мне казалось, что до них максимум метров 200-400. Но я сейчас смотрю просто по расстоянию на экране. До вот этой горы практически километр. Но кажется так, как будто она близко. А еще вот там наверху, попробую показать, видно ледник. Я пытаюсь долететь до него, но до него расстояние такое, реально, как будто еще 3-4 километра вдаль. И еще на высоту 2 километра. Ну, короче, дрон не может туда долететь, потому что это реально очень далеко. Хотя кажется, как будто бы она вот здесь. Я думаю, мы офигительно полетали. Еще что меня поражает в Казахстане, здесь отличная мобильная связь. Смотрите, мы высоко в горах, 2 или 3 тысячи метров. И сейчас, смотрите, вон 3G, все полоски. Как бы офигенно. Казахстан меня просто удивляет. Еще один момент, чем меня просто поразил Казахстан, так это то, что здесь очень дружелюбные и гостеприимные люди. То есть мы только что приехали, я запустил фоточку в Инстаграм, и мне посыпалось моментально миллион предложений от людей, которые готовы показать нам город, поводить по лучшим местам, или просто даже составить компанию, покатать на машине. Я много где уже ездил, друзья, и вот такого отклика, как от казахов, не было просто нигде и никогда. И, честно говоря, друзья, я хочу встретиться с вами со всеми. Поэтому, если вы смотрите это видео сегодня, если вы находитесь в Алма-Ате, то 18 числа, скорее всего, мы соберемся в парке президента все вместе. Надеюсь, будет хорошая погода. Потусуемся, снимем видосики, пофоткаемся, подэбаем, естественно. Ну и, в общем-то говоря, более подробно о сходке смотрите в описании. Это уже буквально через пару дней. В общем-то, мы брели-брели по казахской степи и наткнулись на метро. Название только странное. Честно, я не буду его произносить, потому что я не знаю, как читается вот эта буква. Вот. Но знаете, что здесь есть метро. Вообще, мне начинает складываться впечатление, что здесь какой-то прям культ Москвы, потому что вы спускаете в метро, и смотрите, написано Москва. Возможно, это название станции. Но вы помните табличку торгового центра в самом начале? Это точно что-то странное. В Алмате есть одно очень странное явление. Здесь слишком часто встречается Москва. Смотрите, московский цирк на воде. Станция метро называется Москва. И даже огромный торговый центр, даже с вывеской «Я люблю Москву». Это что-то очень странное. И вот это, друзья, я считаю, немножко неправильно. Мы же все-таки братские народы. Да, смотрите, в Алмате так вот любят Москву, а у нас только одна станция метро, алматинская, и больше никакого упоминания о Казахстане. Это неправильно. Честно говоря, я уже на многих станциях метро побывал в разных странах мира. И вот что я могу сказать. Алматинское метро максимально сильно похоже на московское. Ну, плюс мы сейчас еще и находимся на станции, которая называется Москва. И тут прям вообще один в один все по дизайну. Ну и стены, что очевидно, украшены фотографиями Москвы. Ну и в принципе, те, кто бывал в московском метро, заметят то, что эта станция полностью скопирована со станции выставочный центр. Только здесь другие поезда. Кстати, надо бежать, а потом сейчас поздно. Конкретно сейчас мы находимся в Алмайте. Он очень сильно похож на русский город. Тут есть похожие достопримечательности и памятники. Но нет одного очень важного момента. Здесь совершенно нет шаурмы. Вместо этого тут донер. Здесь нет ни шаурмы, ни даже питерской шавухи. Здесь вместо этого потребляют донер. Такое что-то похожее на шавуху, но немного другое. И мы пришли сейчас в топовое место, которое называется Джекас Донер Хаус. Пойдемте посмотрим, как это выглядит. И первое, что меня удивляет, друзья, это полноценное меню. То есть это не просто шаву пришли пояснить. И десерты, и супы, и пиццы, и даже шашлыки. То есть это самая настоящая кафешка. Но самое главное, что здесь есть, это, друзья, мраморный донер. Притом, смотрите, они здесь есть разные. Есть вот обычный мраморный донер, а есть мраморный донер в батоне. В принципе, я, конечно, не против батона, но я хочу самый обычный классический в лаваше. Сейчас мы находимся в одной из сетей популярных донерных домов, которую открыл знаменитый вайнер, блогер в инстаграме. То есть Джека, это вот получается топотовый? Да, это его лицо. И он получается, как разливает, как лицо. И считается, что это лучшие донеры в городе. Российские видеоблогеры должны открывать донерные в России. Открывать донерные дома в России, это, конечно, круто, но сначала давайте заценим, как их готовят здесь. С виду это обычная шавуха, но приглядите, здесь картошка. Обычная картошка, черт возьми, фри. То есть это главное отличие от донера от шавухи. Внутри вместо капусты картошка. И самое главное, смотрите, соусы тоже есть отдельно. Вот можно добавлять сколько хочешь капустка вон отдельно. И говорят, что это полный шик. Ну а вот так, смотрите, друзья, выглядит донер в батоне. То есть это как бы шавуха, которую завернули в хлеб. Но мне кажется, что эта штука довольно-таки сухая и калорийная, ну потому что тут больше булки, чем мясо. Поэтому я взял обычный, друзья, классический в лаваше. Первый раз я пробую именно донер. Черт, если это национально-казахское блюдо, оно оглянительно вкусное. Добавить картошку в шаурму, это нужно продавать в Мишлене. Я вам так скажу, друзья, если бы я был вот ревизором, я бы этому месту определенно поставил максимальную оценку. Я думаю, что говорить казахам, приходите сюда, нет смысла, потому что в Алма-Ате уже наверняка здесь был абсолютно каждый. Но если вы вдруг когда-то будете в Алма-Ате, то знайте, что самые лучшие донеры находятся в ресторане «Жекос Донер Хаус». Ну, насчет лучших я, конечно, не знаю. Здесь был первый донер, который я попробовал, но меня он абсолютно устроил. Один из самых частых вопросов, которые задают на канале, друзья, куда делся Амир? Отвечаю на него, вот он. Он просто живет в Алма-Ате, и поэтому он не может появляться в видосах. Я не могу перестроиться, братан. Собственно говоря, это основная причина, почему Амир не может появляться в видосах. Ну, потому что 3000 километров до Москвы. Да, примерно так, да. Вот, Амир тут вообще живет, отличная жизнь, смотрите, работает таксистом. У него все хорошо, не волнуйтесь, друзья. А я хочу сказать привет своим рязанским друзьям, пекарю, Эрику и Гусю. Привет, Рязань. Привет, Рязань. Короче, такие дела, друзья. Мы в Казахстане задержимся еще буквально на пару недель, снимем еще несколько видео. Это было только первое обзорное, Амир нам показал. Чимбулак, Каток, Донеры, но все остальное еще только впереди. Так что подписывайтесь, друзья, на канал. Приходите на сходку, если вы смотрите это видео в день выхода 18-го числа в парке Президента, скорее всего, но более подробно будет в описании. И ждите охренительных влогов из бескрайнего Казахстана. Да. Всем пока. А вы как Казахстан?